Красные ягодки против инфаркта и язвы. Что полезнее, шиповник или разрекламированные таблетки? Что скрывается за этой оболочкой? С вами доктор Алексей Маматов из школы долголетия. В этом видео вы узнаете то, о чем молчат уже больше века. Шиповник, ягода, которая встречается повсюду и знакомая нам с детства, это не просто витамины, они, конечно, есть. Это не просто полезная поддержка зимой и уровень сил, укрепление сосудов. Ко всему этому мы привыкли, друзья. Сейчас от нас скрывают самое главное. При сердечно-сосудистых заболеваниях людям назначают аспирин и его аналоги. Якобы для того, чтобы противостоять, противодействовать и снижать вероятность повреждения сосудов и тромбоза. А по факту люди продолжают умирать. От инсультов, инфарктов и смертность при сердечно-сосудистых заболеваниях высочайшая. Такая, какой не было в доаспириновую эпоху. Почему? Если мы посмотрим на побочные эффекты таблеток, то холодок побежит по спине. Я буду молчать про воздействие на иммунную систему, я буду молчать про аллергические реакции, я буду молчать про всё, кроме смерти от кровотечений. Как же так? Таблетки, которые должны нас защищать от инфаркта и инсульта, убивают. А дело в том, что они оказывают раздражающее действие на слизистую, вызывая эрозии, язвы, вплоть до кровоточащих язв. И поэтому большой вопрос с этими таблетками. Так и не найдена эффективная доза. Сколько аспирина надо съедать? 50 миллиграмм или 75, или полграмма, или даже 3 грамма? Как он будет работать? Вроде как, как-то будет, но люди почему-то продолжают умирать. Простая ягода, которая каждому человеку знакома с детства, таит в себе величайший потенциал, друзья мои. Шиповник повышает сопротивляемость инфекциям, в том числе модным. Шиповник ставит на ноги после болезней. Шиповник содержит в себе богатырскую дозу витамина С. Помним открытие Лайнуса Полинга про то, что витамин С помогает, омолаживает и защищает. Шиповник содержит в себе витамин К, нормализующий свертываемость крови. Но самое главное то, что шиповник защищает сосуды сердца и сосуды мозга. Слышали вы когда-нибудь об этом? Но это еще не все. Я молчу о том, что шиповник это кладезь витаминов А, В. В. Мощнейший антиоксидант, а значит защита от воздействия повреждающих радикалов, канцерогенов, старения. Ну, как употреблять эту чудо-ягоду, спросите вы? Давайте разберемся. Подписывайтесь на канал. И сейчас я вам расскажу, как свежие ягоды можно просто жевать. После заморозков они еще и приобретают сладкий вкус. А можно взять полстакана и залить крутым кипятком. Ягоды, которые вы подсушили, также заливаем крутым кипятком. Лучше даем постоять хотя бы пару часов в термосе или в стеклянной банке. На полстакана сухих ягод 300 мл кипятка. И, наконец, можно готовить отвар. Те же самые 300 мл воды, полстакана ягод. И дать им на очень медленном огонечке потомиться, покипеть минут 15-20. Получится немного. Меньше 300 мл отвара, грубо говоря, полтора стакана воды. Но этого достаточно для того, чтобы поддержать наши сосуды, очистить их и вернуть им молодость. Пьем постепенно, не залпом. Пьем в течение дня по 2-3 глоточка. По желанию можно смешать с другими травками, прекрасно смешиваются. Нет никаких противопоказаний. Самое главное, чтобы вы поддерживали себя этой ягодой. Особенно, обратите, пожалуйста, внимание, сердечники. Особенно люди, у которых уже есть проблемы со слизистой желудкой и кишечником. Вместо того, чтобы травиться аспирином и его аналогами. Пейте шиповник. Восстанавливайте себя. Особенно в период, когда гуляют эпидемии, простудно-вирусные заболевания. Когда вы выздоравливаете. Пейте. Шиповник нужен каждому. И детишкам, и взрослым, и пожилым. Это ягода жизни. Друзья, травы и ягоды таят в себе огромный запас жизненной силы и здоровья. Если знать, как его взять, обязательно подписывайтесь на наш канал. Я буду открывать их вам шаг за шагом. И вместо горы таблеток у вас будут дары природы. Если вы хотите продолжить очищать свои сосуды комфортно, правильно и по-здоровому, без помощных эффектов, по ссылочке, заход в бесплатную программу, берите, восстанавливайтесь. Это наше, природное. С вами был доктор, а для многих антидоктор Алексей Маматов и школа долголетия. А впереди мы готовим выпуск по восстановлению женского здоровья после 45 без ГЗТ и таблеток.